Зеленым по черному. Это цифры показателей самой экологически чистой энергии, солнечной. Они же опровергают доводы противников. Мол, сюрпризы погоды в мгновение могут нарушить все планы энергетиков. Прямо сейчас на улице дождь и пасмурно. А Орская солнечная электростанция выдает 80% от установленной мощности. Сейчас за моей спиной один из электрических модулей. Всего на площади 100 гектаров их теперь будет больше 160 тысяч. Результатом появления на карте зеленой энергетики Оренбуржья нового объекта станет повышение мощности Орской солнечной электростанции до рекордных 40 мегаватт. Этого хватит, например, чтобы удовлетворить потребности в электроэнергии 60-тысячного города. Но главный плюс альтернативной энергетики в ее экологичности. 40 мегаватт, много это или мало. Вот для того, чтобы выработать 1 мегаватт электроэнергии, надо сжечь не один десяток вагонов угля. Будущее все-таки за возобновляемые электроэнергетикой. Это солнце, это ветер, которого, кстати, у нас тоже предостаточно. Я думаю, что в этом направлении тоже надо будет поработать. Всего по России сейчас 11 солнечных электростанций и 5 из них в нашей области. А уже в следующем году должно появиться еще 8. А потому открытие второй и третьей очереди солнечной фотоэлектростанции имени Александра Влазнева, которое состоялось накануне, событие знаковое. За полтора года функционирования первой очереди выработано свыше 50 миллионов киловатт-часов солнечной энергии. Это позволило снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу почти на 100 тонн. На сегодня в развитии проекта инвестированы порядка 4 миллиардов рублей. В ближайшие 3-4 года планируется вложить еще около 15. Этого удалось достичь благодаря специально разработанной математической модели, которая применялась при монтаже панели. И сейчас именно максимально эффективная выработка станет главным плюсом для окупаемости проекта и экономики региона в целом. 40-мегавантная станция – это абсолютный рекорд в общероссийском масштабе. Но это не предел в перспективах развития альтернативной энергетики региона. Кроме, скажем, солнечной энергетики, солнечных электростанций, еще появляются пока маленькие первые ростки биогазовых установок. Вот это для нас тоже, короче, это ветровая энергетика. Вот в том же Тамару Тколи, первый, под Оренбургом, в селе Самородово, Караваново, ветряки появились там. Главное, чем наш регион уже обладает для развития зеленой энергетики – это сами природные ресурсы. В дальнейшем все будет зависеть от активности инвесторов и эффективности технологии. Анна Фтюрина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok